Они связаны с несколькими причинами. Ну, во-первых, часть народу просто, что называется, отправили умирать, и они там и умерли. И теперь, соответственно, на производственные деятельности они не способны. Они способны только покоиться в мире, если только к ним мир придет за то, что они сделали. Часть людей уехала из России. При этом, значит, довольно малочисленное молодое поколение, просто в силу демографических причин, довольно многочисленное поколение, наоборот, пожилое, уходящее сейчас на пенсии. Поэтому, что называется, демографические проблемы России совсем не новые. О них давно ученые говорили, нужно было как-то эти проблемы решать. Собственно, какие-то попытки даже делали стимулировать рождаемость, но не очень. Многое это дало. В итоге, значит, мы видим ситуацию, когда просто возник острый дефицит, а те люди, которые были в России, их откачали к себе военные предприятия, заняли. И теперь в экономике действительно безумный, тревожный, ненормальный уровень безработицы. Нулевая безработица – это полная катастрофа, потому что что такое даже 2,5%? Это безумно низкая безработица, это означает, что ты не можешь наращивать производство гражданской продукции, ты не можешь построить новое предприятие, ты не можешь расширить действующие предприятия. Ты просто людей нигде не найдешь. Это катастрофа для экономики. Так что эти 2,5% – это президент хвастается, а на самом деле это плохо. Вообще экономисты считают, что для экономики есть такая вещь, как естественно норма безработицы. Там можно спорить, какая она должна быть, но вот для России считалось, что где-то 4-5% – это нормально. Тогда экономика как-то может развиваться. А если 2,5%, то чека найти невозможно. И начинается проблема, что делать? Привести новых работников тоже, как вы знаете, к этому отношению в России плохое. Деквалифицированных работников тоже найти не так легко за рубежом найти. Поэтому ситуация такая, что экономика как раз и уперлась в стену. Мощности исчерпаны, загрузка мощностей. Вот на этом петербургском форуме Греф проговорился – 81% загрузка мощностей. Это безумно высокая норма, ненормальная. Значит, соответственно, мощности загружены, нужно строить новое предприятие. Это сложно, потому что нет оборудования, санкций, нет людей. Но вот, соответственно, экономика вроде получает больше денег, а потратить эти деньги, получив большую массу товаров, она не способна. Хочу еще попросить у вас объяснить вот эту тему по приватизации. Где тогда Путин разрешил Генпрокуратуре отбирать компании, которые приватизированы были еще в первой волне в 90-х. Там уже есть какой-то алгоритм. Говорят эксперты, что будут десятки компаний отжаты, скажем так. Даже уже не выдержал министр финансов Силуанов. Он сказал, если права собственности подлежат сомнению, про какой инвестклимат мы можем говорить. Объясните, пожалуйста, что будет происходить. То есть это ФСБ, прокуратура будет отжимать предприятия у бизнеса. Как это будет все работать? Вот слово будет, оно неверное, к сожалению. Уже со страшной силы, уже более 180. Мы таких историй знаем. Причины находят разные. Одни говорят, вот неправильно провели приватизацию. Когда-то там в 90-х кто-то с кем-то не согласовал. И вы теперь должны отдать предприятие, даже если вы его уже из третьих рук купили. Или акции купили на фондовый рынок. Все равно мы вас отнимем. Да, это страшная история. Это же называется отъем собственности у добросовестного покупателя, который ни в чем не замешан, совершил свою сделку покупки совершенно легально. Но отнимают. Вторая там причина, что предприятие имеет стратегическое значение для оборонного комплекса. А вот вы этим им неправильно управляете. И генпрокурор говорит, вот мы видим, они неправильно управляют предприятием. Они сокращают его мощности. И тем самым они реализуют западные санкции на территории России. То есть практически уголовно наказуемая вражеско-диверсионная деятельность. Отнимем предприятие. И третий у них мотив появился, что предприятие поставляет продукцию в страны, являющиеся враждебными по отношению к Российской Федерации. Это позволяет довольно легко отнимать любые предприятия. А вот то, что Путин сказал на Петербургском форуме, якобы стараясь успокоить. Он практически там изложил схему залоговых аукционов. Назвал ее хищением. А это крупнейшие российские компании, это крупнейшие российские богачи. Они под определение Путина теперь попадают, как участники операции сделки хищения государственной собственности. И там, знаете, много чего вкусного можно вернуть обратно. Тем паче, что Минфин требует, чтобы прокуратура отнимала больше, чтобы потом можно было это перепродать и получить дополнительные доходы в бюджет. А что искусственного можно отобрать? Ой, там много чего. Там и нефтянка, там и порты, там, значит, в общем, какие-то активы Патанина можно отнять. Там Лукойл, знаете, тоже был тогда при проведении залоговых аукционов. В Википедии целый список предприятий. А там посмотрел, уже давно было, уже не все помню, посмотрел большой список. Там порядка 20 крупных компаний было крайне красиво из государственной собственности, переданы тем, кто присягнул на верность Ельцину и стал давать ему деньги. Так что в этом смысле все было очень запутано. А теперь Путин практически все это сказал. Более того, он произнес совершенно ужасающую фразу. Он сказал, мы примем закон, который некоторых защитит от национализации. Закон для некоторых – это катастрофа, это антиправовая конструкция. Закон должен быть единым для всех. Но Путин, как вы знаете, юрист по образованию, сказал, что мы примем закон для некоторых. Это, конечно, потрясающая история. Поэтому я думаю, что сейчас очень многие крупные компании окажутся под ударом и будут изъяты в пользу государства, потом перепроданы, видимо, другим людям, более преданным президенту Путина. Я думаю, что картина такая будет. Вспомнила также, что появились в России государственные макароны. Отжали там и такое предприятие. И была информация, что юристы обжаловали решение о немедленной национализации, придачей актива под контроль Росимущества. А вот насколько, вероятно, будет реально обжаловать такие решения? Или вряд ли? Ну, пытаться обжаловать, конечно, можно. Но вопрос только в том, каковы шансы на успех таких дел. Как вы знаете, российские суды, они же самые справедливые в мире. Поэтому в них, конечно, заходить приятно. Но выходить, как правило, приходится ни с чем. Поэтому, если есть команда сверху... Поэтому, кстати, владельцы МАФ, они, в общем, не стали даже особо спорить. Они, на самом деле, предложили, чтобы им обратно продали то, что у них только что отняли. Я не готова заново покупать, заново отдав деньги. Ну, я вот... Это вот реалии российской жизни. Ты думаешь, что ты попал в дом сумасшедших, но это называется Российской Федерацией. Также Путин сказал о том, что «Газпром» абсолютно может справиться с отказом стран от российского газа, отказа стран Европы. И также сказал о том, что Казахстан, собираются они туда пускать газ для обеспечения северных регионов страны, хоть и Казахстан сам может добывать газ. Как Путин собирается восстанавливать этот объем продаж, которые потеряны из-за полномасштабной войны в Украине? Скажите, насколько там печальная ситуация? Ну, ситуация печальная, потому что оценки говорят, что «Газпром» не может восстановить объемы даже за 10 лет, то, что он потерял в Европе. А другими стагнать ему некуда. Как видите, несмотря на все усилия Путина, проект «Сила Сибири-2» так и не подписан. Китайцы его так и не согласовали. Более того, китайцы, наоборот, подъявили требования, чтобы им газ продавали по ценам, таким же, как внутри России, то есть субсидируемым. Ну, а что? Они сейчас сильнее России, они диктуют свою волю. А Россия вынуждена утираться и низко кланяться. «Возьмите хоть что-нибудь». Поэтому, конечно, картина такая, что газ девать некуда. И «Газпром» становится уже очень убыточной компанией. Вот по итогам, соответственно, 23-го года у них убытки 629 миллиардов рублей. Значит, в будущем году, соответственно, нынешним, когда будет отчитываться в будущем году, то, судя по всему, мы ожидаем убытка в размере триллиона. И, видимо, придется датировать, субсидировать «Газпром», чтобы он мог как-то сводить концы с концами, снабжать газом российские города. Ну, в общем, угробили газовую индустрию. Сейчас гробят нефтяную промышленность, потому что у нее отнимают деньги для пополнения бюджета совершенно безжалостно. И картина становится, конечно, невеселой для нефтяной промышленности России. А если сейчас еще начнется с 26-го года снижение мировых цен на нефть, что возможно, поскольку саудиты обещали нарастить поставки нефти, то, в общем, с нефтяными доходами, нефтяной промышленностью России будет совсем плохо. Ну вот, да, действительно, Китай называют главным рынком для российских компаний. Им придется по себестоимости отдавать газ? У них нет другого выхода? Ну, они готовы, если бы им сейчас сказали, что мы вам подпишем контракт на «Силу Сибири», я думаю, они пошли бы на любые цены. Но не подписывают китайцы. Более того, насколько мы знаем, китайцы сказали, что даже если они подпишут контракт, то они не дадут денег на строительство трубопроводов, и «Газпром» должен быть строить сам. Когда строили «Силу Сибири-1», то там Китай дал инвестиции, и был построен трубопровод, и потом с Китаем расплачивались поставками газа. А сейчас Китай даже не хочет давать деньги. Такой нежный друг, верный, преданный, несказанно. Он даже не готов давать инвестиции. Говорит, стройте за свои деньги, еще и цены дайте нам, такие, как внутри России. Но они даже и это пока не подписывают, потому что Китай тоже не глупая страна. Они не хотят иметь слишком большую долю поставок от одного поставщика. Это слишком сильно зависит от него. Это нехорошо. Это снижает устойчивость, снижает экономическую безопасность. Поэтому, в общем, девать газ особо некуда. Они сейчас пытаются запустить некую идею проложить трубопровод в Пакистан. Но это очень не нравится Индии, второму крупнейшему покупателю российских энергоресурсов. Потому что Пакистан – страна враждебной Индии. И есть угроза, что если пойдет какой-то поток, соответственно, в Пакистан, то Индия в знак недовольства этим сократит закупки у России. Ну, такая вот у России сейчас картина. Вокруг одни друзья, один другого нежнее, только Талибан вот особенно, такой преданный друг. Да. И вот еще по поводу прогнозов, что говорит Путин, что за 6 лет Российская Федерация хочет войти в топ-10 мировых лидеров по научным разработкам. Государство увеличит расходы на научные исследования как минимум до 2% ВВП. Как вам такие планы? Ну, понимаете, рассказывать можно все, что угодно. Но когда ты даешь много денег, то сначала надо понять, а кто эти деньги будет тратить, как у тебя с научными кадрами. А с научными кадрами в России довольно плоховато. Было еще даже до 2022 года. А после 2022 года многие научные кадры России покинули. И мы продолжаем наблюдать процесс разрушения российской науки. И чем это кончится, сказать сложно. И вообще-то российская наука довольно такая возрастная система. Так что тут сложно. А молодые стараются уезжать всеми возможными способами. Ну, уходить от армии, это тоже понятно. Получать место, где можно нормально заниматься. Потому что можно получить оборудование, можно участвовать. В конференциях российский же ученый сейчас всего лишь он. Получить оборудование сложно. И раньше-то было непросто. Сейчас еще сложнее, потому что санкции действуют. На научные конференции не поедешь. Обмен информации затруднен. Ну, в общем, тяжелая история. Поэтому, конечно, там они наконец решили проснуться и дать больше денег на науку. Именно потому, что наука помирает. Но наука ничего другого не придумала для своего спасения, как создать попечительский совет над Академией наук и избрать Путина президентом этого попечительского совета. Вот самое научное решение Российской Академии наук. Редактор субтитров А.Семкин